В декабре 2016 года предательские выстрелы исламистского террориста, пробравшегося на выставку дружбы, трагически оборвали жизнь талантливого дипломата, посла России в Турции Андрея Карлова, о его высоком профессионализме знал весь МИД, а также о том, что он был просто прекрасным человеком, надежным другом и товарищем. На протяжении очень долгого периода он возглавлял одно из самых сложных и напряженных направлений работы нашего министерства и всей дипломатической службы, я имею в виду Конский департамент, и делал это с присущей ему активностью, я бы сказал, с выдумкой, поскольку работа это тяжелая, требует не просто бюрократического подхода, как иногда кажется, но и очень большого внимательного отношения к людям, поскольку речь идет зачастую о решении очень важных для людей простых, житейских, но для них решающих вопросов. Но была еще одна сторона его жизни, о которой знали лишь самые близкие. Просто по зову души, наверное, в какой-то момент, когда у нас в семье появились деньги, он сказал, что я хочу помогать детям, в первую очередь детям, и давал мне деньги с каждой премии, мы перечисляли в РУСФОНД. Я нашла в интернете, там были конкретные дети, мы выбирали какого-нибудь ребенка, и конкретно ему помогали. То есть вы знали его имя, фамилию? Да, и потом РУСФОНД присылал нам полный отчет мне на почту о том, когда, где этому ребенку была оказана медицинская помощь и каково его состояние. Все было открыто, все было... Ну, он никогда... никто не знал, что это он. Потом постепенно узнали. И поэтому сразу у нескольких близких людей возникла идея создать именно детский благотворительный фонд, как наилучший способ сохранить память об Андрее Карлове. Просто поразила вся несправедливость вот этой вот трагедии, которая произошла. И необходимо было придумать что-то, чтобы достойно как-то помогало помнить Андрея Геннадьевича, помогало достойно почтить его светлую память. И лучшая идея в этом плане, она пришла в голову сразу, в общем-то, нескольким людям, которые хорошо знали Андрея Геннадьевича Карлова. Все знали о том, какое он внимание сам уделил благотворительности, хотя никогда в жизни не афишировал это. Почти сразу нашлись участники с турецкой стороны и уже активно взялись за дело. Что уже конкретно вы знаете? Мы пока фонд создали, мы прошлый месяц, мы отправили русские врачи, Турция, для мастера операции, у кого нет возможности, не будем считать, но это очень тяжелый, у кого-то нуждается, не здесь делать операцию, мы будем за границей отправить и лечить. В соответствии с широкими интересами, которые отличали личность Андрея Карлова, фонд будет заниматься духовными, культурными и научными программами. Некоторые приоритетные направления его деятельности уже определены. В первую очередь онкология, поэтому мы с Центром Румянцева имеем непосредственные договоренности, связи. И потом другие тоже болезни, диабет, например. У нас есть уже какие-то наметки, как это лечить, как это делать. Излишний вес. Детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В Турции испытывают огромное уважение ко всему, что связано с сохранением памяти о пасле Карлове. Посол Карлов был исключительным дипломатом, который в самый сложный период взаимоотношений между нашими двумя странами успешно исполнил свою миссию, достойно представлял свою страну и получил высокую оценку представителей всех министерств и ведомств, как России, так и Турции. И потеря Андрея Геннадьевича для нас стала, конечно, большой трагедией, большим горем, потому что этого человека все очень уважали, мы очень любили его. Те, кто вложил в руку убийцы пистолет, конечно, очень рассчитывали окончательно расстроить отношения Москвы и Анкары, но не вышло. Если бы руководство наших стран пошло на поводу у тех злодеев, которые это замыслили и притворили, то получилось бы так, что победили эти злодеи. Здесь же произошло бы все совершенно наоборот. То есть все почувствовали, что для того, чтобы побеждать это всемирное зло, надо объединяться. Имя российского дипломата Андрея Карлова, успевшего так много сделать достойных дел при жизни, продолжает и после его ухода служить идеалам гуманизма и доброты. Фонд открыт для участников из всех стран планеты.